Дорогая Елена, что вы потом нам расскажете, как было после того, как вы делали эти упражнения по методу ключ, после этого коронавируса, и все посмотрели, и мы все ждем. Рассказывайте, пожалуйста. В общем, очень-очень интересный опыт на самом деле. У меня впервые, вот после ваших всех таких точных инструкций, получилось делать все это последовательно и правильно. Сначала я делала физические упражнения. Любые. Я подбирала, подбирала. Мне это вроде вспоминалось из физкультуры. То есть вы по принципу ключа, по принципу подбора путем перебора, которого нет ни в одном методе мира, вы как раз по этому принципу ключа подбирали сначала физкультурные движения какие-то, да? Да. Так. Сначала физкультурные движения. Я там подвигалась руками, поэтому, в общем, нашла более-менее такое движение, которое мне пришлось по душе. Я его подделала. А сколько примерно секунд вы подбирали каждое упражнение? Ну, наверное, секунд двадцать. По одному упражнению подбирали? Да. Ну, то есть я поделаю, чувствую, что не то. Начинаю другое, не нравится там что-то. В общем, потом я поняла, что я уже очень долго... Сколько минут вы на это потратили, на вот этот принцип подбора путем перебора? Я думаю, что минут пять, может быть, больше. Ну, пять, да, чуть больше. Молодец. И что вы потом сделали? Дальше я начала делать упражнения с руками. Что именно? Идиомоторные. Понятно. Чисто ключевые уже. Да, чисто ключевые, да. Значит, я закрыла глаза и начала представлять, что у меня руки раздвигаются, у меня получилось. Но, вот, кстати, после вот этих, после того, как я надергала этими физическими упражнениями руки-ноги там, да, сначала тяжело шло вот как-то. Потом я вспомнила в комментариях, одна женщина писала под видео на ютубе, что она представляла себя космонавтом. Так, так. Вот, я представила себя, думаю, попробую, представила себя космонавтом, и у меня получилось прям как-то вот, вот именно когда образ... Да, правильно, потому что по рукам надо подбирать образ, который подходит для реализации того или иного идиомоторного упражнения. Да, правильно. Когда образ пришел, вот этот вот, и прям пошло все, вот я представлялась космонавтом, вот, значит, потом, я не знаю, ну, так же переключилась на то, чтобы вот как-то я так пошатываться начала, вот как-то тело начало пошатываться. Потом я поняла, что как будто хватит, я не знаю как, ну, вот почувствовала, что надо... Сколько времени прошло, я не знаю, вот в этом состоянии, вот. Потом я начала делать упражнения, то, которое я делала сразу вот вчера, вот, которые вот руки вот у меня пошли, вот так вот, типа лыжника, вот так вот. Так я поделала, потом я начала делать шалтай-болтай, и тут я понимаю, что меня выключает. Вот прям, прям глаза закрываются, и выключает. Стой, я стою, делаю вот это вот шалтай-болтай, и меня выключает. Вот. Потом я перестала, я села, села и просто сидела с закрытыми глазами, и я... Это было между сном и явью. То есть я как будто бы и не спала, и как будто я и глаза открыть не могу. Вот я так сидела, потом я прилегла, и час лежала. Я просто лежала в спокойном состоянии. А вот когда сидели, вот, у нас же это стадия последействия называется. Там наступило состояние нуля, вот такое вот, как будто ни о чем не думаешь. То есть ни о чем, ни о чем не думаешь. Это был как будто транс. Я все слышала, но даже глаза у меня как будто не было сил открыть. Я вот просто сидела, и я понимала, что я сейчас могу либо уснуть, либо, думаю, я лягу. Вот. Легла и лежала. То есть я не спала, но и не... Ну вот это спление между сном и бодрствованием. Вот, да. Вот какое-то такое интересное. Такого обычно... Обычно это бывает, да? Да, но обычно мысли какие-то там или еще что-то. Нет, мысли, конечно, приходили, но они... Ну, как-то вот все равно не хотелось вставать, хотелось просто лежать за тюрьми глазами. Что интересно, да, что именно это состояние Будда называет нирваной. И вот люди не понимают, многие, и они вот там долгими путями, годами тренируются, медитируют, чтобы попасть в эту нирвану. А у вас сколько это время заняло? Ну, наверное, все вместе, может быть, минут 20. Молодец какая. Почему я и горжусь этим методом, потому что такого метода в мире нету, потому что самые простые приемы, а именно потому, что они основаны на подборе того, что тебе подходит. Не то, что тебе говорят, делай вот так. А ты как раз-таки знаешь правила и принципы, и у тебя есть масса примеров, как подобрать себе то, что тебе подходит. То есть синхронизирующие действия. И вот этот момент, когда вы рассказываете, что вы делали после этих упражнений подбора, потом в серии у вас наступило состояние между сном и бодрствованием нулевой. Вот это и есть состояние нирваны. Когда даже если мысль какая-то проходит, а ничего внутри не трогает. Вот какое-то такое состояние. И там это как раз-таки санаторное состояние для мозга, для всего организма. Именно там происходит и гормональное восстановление, и эндорфины там, и сиротонины там. Все происходит восстановлению. И после этого, вот этой стадии, после действия, вам захотелось спать, вы пили. И у вас что потом произошло? Вот это вот результат какой? Где-то, наверное, ну, я встала потом, и я, не знаю, просто начала заниматься своими делами. Мне как бы стало, мне не болело горло. То есть не болело. То есть оно как-то, знаете, так потише стало. Немного. И, вы знаете, потом где-то я, наверное, часа через два уже состояние вернулось. То есть я так понимаю, что им нужно этим, то есть вот это упражнение нужно делать, 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 делать. И постепенно, постепенно, да? То есть это вот все... А вернулось что потом часа через два? Вот вы полежали, потом вы встали, потом вы почувствовали, что состояние вернулось. Что вернулось? Вот в итоге что вообще произошло? Ну, вернулось вот это вот, ну, то, что у меня болит горло, вот это вот неприятное ощущение и все вот эти вот. Вот, но в меньшей степени. Ну, скажите, мы с вами два раза встречаемся. Вот тогда мы встретились, запись сделали, и у нас прошло два дня, да, по-моему? И эти два дня применяли методику? Сегодня. Вчера у меня был день рождения, я не смогла, конечно, да. Поздравляем все вас. Спасибо. Да. То есть мы второй раз встречаемся. Да. Да, и вы после прошлого раза не применяли, потому что день рождения, радостные гости там и так далее, это очень хорошо. Да. А в целом, как у вас состояние происходит сейчас? Вот вы говорите, чуть потише стало там. Ваше общее душевное состояние какое? Вот какое было изначально, когда вы вышли ко мне? Помните, мы мерили? Да, да. Напряжение. И вот сейчас какое? Ну, сейчас пятерка. Вот если честно, оно, конечно, не улучшилось прям резко, да, но все равно стало получше. Серьезно. Мне надо точно, чтобы знать, потому что тут вежливость не нужна. Пятерка. Пятерка, но как бы, как сказать, поспокойнее. То есть вы поспокойнее. Вы как смотрите теперь на завтрашний день? Вот это ощущение сравнения. Вот когда вы ко мне вышли в первый раз, какое было ощущение, как жизнь впереди будет? Вы тогда три месяца страдали этим состоянием ковидным. Ваша напряженность и ложность и сейчас, вот, например. Вы знаете, я впервые вот ощутила, вот что что-то работает. То есть я много пыталась делать, да, например, там йогой заниматься, еще чем-то. То есть как бы я все равно уже не сижу на месте, я пытаюсь выйти из этого состояния. А здесь у меня получилось вот как-то выключиться, ну, как-то, я не знаю, выключиться, даже не скажешь, а вот именно получилось улучшить свое состояние хоть на немножко. Вот. И я понимаю, что это не за один раз, а что этим нужно заниматься и есть как бы надежда. Вот. О, как хорошо. Ну, тогда я вам предлагаю, знаете что? Что? Дело в том, что у нас очень много людей в нашей школе, которые смотрят эти видео. Они все знают, что я очень такой дотошный, поэтому не люблю, когда там просто говорят, да, мне помогло, да, спасибо, там, туда-сюда. Я это не люблю. Мне нужно как раз именно точно все, точно, чтобы эти многие люди, глядя на это, видели, что и как реально происходит, что и как реально происходит, и учились. Учились сами себе помочь в разных сложных ситуациях. Здесь действительно очень сложная ситуация. Три месяца после ковида человек страдает, всего два раза применяет. Уже получила то, что Будда за нирвану, за которой 30 лет ходил. А это состояние восстановления. Поэтому мы все обучаемся, глядя на этот пример такой полезный. Вот этот алгоритм все поняли, да, вот как Илья рассказывала. Подбираем сначала физкультурные упражнения, которые нам нравятся, по 10-15-30 секунд. Потом перешли к идеомоторным упражнениям, ключевым. А все вместе называется ключ, потому что нигде в методе мира нет такого принципа подбора. Включились физкультурные, потом на идеомоторные, потом сесть в стадию последействия. Я повторяю для чего, чтобы все запомнили. И в этом состоянии побыли, думая о чем думается. Да, и там наступает такое приятное состояние мозгового санатория и восстановления. То есть там заключаются внутренние аптеки. После этого возникает ощущение, что именно хочется сделать. Кому-то хочется улыбаться, кому-то плакать, кому-то хочется спать. И надо это выполнить. И выполнением тех требований, которые выставляет организм после снятия напряжения, именно их выполнением, мы, значит, восстанавливаем свой внутренний баланс. И вот это очень важный момент. Ну, мы еще раз встретимся. Через сколько, через сколько? Как скажете. Ну, хотя бы два дня позанимайтесь, хотя бы в удобное время. Подбирая себе именно максимально приятные движения. Вся программа наша с вами называется «Подбери свое движение». «Подбери свое движение». Да, именно свое. Потому что в других методах всегда предлагают, говорят, делай вот так. Делай как ты. И примерка производится самым приятным, благоприятным образом. Подбери то, что тебе приятнее. Ну, я так горжусь этим методом, потому что он результаты дает не один год. И все мне пишут благодарности. Но в данном случае я очень хочу без вежливости. И все знают, что я человек очень серьезный. И поэтому мне доверяют. И пусть все обучаются помочь себе в сложных ситуациях. Итак, мы вас ждем, Елена. Я от лица всей школы вам очень благодарен. Я тоже вам очень благодарна. Хасай, еще знаете, я хотела рассказать один случай. Очень интересный. Мы вчера с дочкой обсуждали вот этот метод. То есть мы разговаривали про все, что произошло. То, что на ютубе появилось. То есть я, ну, как бы обсуждали. И я инстинктивно, она лежала, а я стояла. И я инстинктивно начала делать вот это вот движение. А она мне говорит, мам, ты посмотри. Ты говорит, инстинктивно. Я говорю, а что я делаю-то? Я не поняла. В общем, когда я начала говорить про вас и про этот метод, я начала руками вот так вот делать. Ну, потому что это ваше движение. Вы его подобрали. Это вообще было так странно. Да, и вот самое интересное, смотреть на ваше лицо. Вы меня простите. Но оно такое, оно такое светится. Вы понимаете, оно такое светится. Спасибо. Ну, дай вам Бог здоровья. Спасибо. Да. И давайте, пожалуйста, через два дня напишите, созвоните. И сделаем следующую трансляцию. Хорошо, спасибо. А можно я напишу ваше имя и фамилию там? Конечно, конечно. Потому что мы никогда не пишем без согласования. Потому что хочет, чтобы было. Давайте напишем, да. И будут все знать, кто у нас. Положительный пример помогает вместе со мной. Всем людям на свете. Почему? Потому что вы же можете раздать это видео своим друзьям. Вы можете написать там рекомендации для близких на случай будущих ситуаций. Потому что эта методика, ключ. А вы посмотрите у меня там в Ютубе. В Ютубе разные ролики. Разные ролики. Их много-много-много. По разным задачам. Там бесплатный вот этот ликбез. Чтобы люди учились в наше сложное время. Повысить у себя стресс-устойчивость, иммунитет. Повысить свои ресурсные возможности. И у нас еще там самое главное. Раскрываются творческие качества и способности. О которых человек даже мог до этого не знать. Вот вы заметите. У вас будет появляться желание. Заняться какими-то делами интересными, творческими. До которых раньше руки не доходили. И вы даже об этом не думаете. Ну да. Но будет интересно в следующий раз встретиться. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До свидания. От всех спасибо. Спасибо вам. До свидания.